Что такое SEO и как продвигать сайты? Кстати, вы знаете, что правильно произносить не SEO, а SEO, потому что SEO это аббревиатура и в английском языке все начинается, каждая аббревиатура она произносится по букве, а буква S это буква S, поэтому они и произносят SEO. А у нас почему-то начали произносить SEO, ну роль особо не играет. Я хочу поделиться этим видео с тобой, которое записал с Полом Андре де Вера, который действительно работает в огромнейшей компании, 54 миллиарда долларов оценивается и он уже более 20 лет продвигает сайт и только представь, это начиналось все с самых истоков и сегодня он записал снова это видео, к сожалению, он говорит только по-английски, но ничего, мы для тебя его перевели и смотри это видео до конца ты будешь точно знать как сегодня необходимо продвигать сайты. Основы SEO для начинающих или как ранжироваться в Google. Это горячая тема, потому что все больше и больше людей хотят быть SEO специалистами. Они сравнивают свою нынешнюю зарплату с тем, как вероятно могут зарабатывать в будущем. Кто из них даже не знает с чего начать и я когда-то был в этой же лодке и не знал с чего начать, поэтому я нанял несколько специалистов, которые помогли мне с продвижением сайта, а через определенное время я решил научиться всему этому сам. Могу объяснить почему, потому что в течение двух лет три разных человека не смогли нормально продвинуть мой веб-сайт. По факту я потратил впустую много времени и что более важно денег, поэтому я решил изучать все самостоятельно. Пол, скажи мне, а как ты изучил SEO? SEO приносит наибольший объем трафика на любой веб-сайт по большинству маркетинговых каналов. Как я изучал, тоже взглянул на свою аналитику и увидел, что Google привлекает наибольший объем трафика. В то время, когда я впервые узнал об этом, у меня было недостаточно много средств, поэтому я пытался найти бесплатные инструменты. Я смотрел ресурсы и тулы, что были доступны в те дни, что-то вроде... Google Search Console? Google Аналитика? Есть столько всего, что вы можете сразу использовать, да хоть сам Google. Если вы хотите попасть в рейтинг Google, просто зайдите в инструменты Google. Посмотрите, что люди ищут и что им выдает Google, ведь он предлагает множество бесплатных инструментов. Они предлагают бесплатную аналитику, бесплатную консоль поиска. У них есть планировщик ключевых слов, если у вас есть рекламный аккаунт, так что есть много инструментов, которые вы можете использовать. Джон Мюллер как раз ответил на один вопрос об использовании платных инструментов. Он сказал, что вам больше не нужно использовать какие-либо другие тулы, просто используйте бесплатные инструменты от Google. Теперь они потрясающие. Конечно, у них есть свои преимущества и свои недостатки, потому что платные инструменты могут предоставить немного больше информации о сложности ключевых слов или конкуренции в SEO. Также они позволяют узнать больше про обратные ссылки ваших конкурентов и как они создают эти ссылки. Если вы хотите освоить SEO, лучше начинать с изучения инструментов. Самые важные из них, конечно же, это Google Search Console и Google Аналитика. Вы можете найти бесплатные курсы в интернете по ним, учиться и даже получить сертификаты после завершения. Крайне важно знать эти инструменты. Вы можете игнорировать любые другие инструменты, кроме инструментов от Google, которые вы обязаны знать. После того, как вы изучите бесплатные инструменты, потратьте время на основание от одного до нескольких платных. Можете выбрать Ahrefs, Semrush, Serpstat, Majestic, Moz или любой другой. Узнайте преимущества и недостатки этих инструментов и используйте именно то, что подойдет вам. Вероятно, большинство SEO-специалистов используют Semrush и Ahrefs. Оба они хороши, но я также использую Moz, потому что предлагаю локальное SEO. И с помощью этого инструмента вы можете проверять другие веб-сайты для анализа контента, материалов и чего-то в этом роде. Пол, а ты используешь Moz? Раньше я использовал Moz, но обычно я использую Semrush, Ahrefs и Majestic, а также инструмент под названием Bright Edge, который представляет собой корпоративную SEO-платформу, которая больше предназначена для компаний B2B или просто крупных корпораций. Анатолий, как только мы изучим эти инструменты, бесплатные или платные, что дальше мы с ними делаем? Я имею в виду, что эти инструменты предназначены для сбора ключевых слов, верно? Значит, мы хотим найти ключи, которые помогут нам привлечь больше трафика. А как ты собираешь ключи для своего веб-сайта? Я использую много способов, и это зависит от клиента, который попросил меня привлечь трафик на свой сайт, потому что если вы ограничиваете себя одним инструментом, трудно получить полную картину, потому что некоторые инструменты отлично подходят для сбора одного типа ключевых слов, иные для другого, и это нормально. Просто рассмотрите множество инструментов и даже можете проверить их вручную. Например, если вы откроете Google, то можете ввести свое ключевое слово. Вы можете сделать это и на Amazon и узнать подробную информацию из вкладки поиска. Иногда вы можете найти некоторые интересные идеи даже в Википедии. Откройте Википедию, чтобы узнать информацию по вашим темам. Не ограничивайте себя. Иногда вы можете найти интересные идеи ключевых слов из одного тула, из другого, или используя вкладку поиска во многих других ресурсах. А когда у вас есть список ключевых слов, то следующий шаг, что вы можете сделать, это узнать, есть ли возможность создать что-то намного лучше, чем уже существует. Потому что большинство веб-мастеров стараются охватить слишком многое. Они создают много посредственного контента из-за ограниченных ресурсов, создают эти страницы и не могут получить трафик. И когда они потом пытаются понять, что происходит, то это ужасно, потому что посредственный контент не работает. Например, если мы говорим о социальных сетях, то вы можете создавать много контента, потому что никто толком не знает, что там работает. Но для Google очень важно создавать качественный контент, по которому вы можете начать узнавать намерения пользователей. «Пол, расскажи мне о намерениях пользователей». Намерение пользователя начинается с желания что-то купить. И вы хотите знать, является ли визит на ваш сайт ознакомительным, будет ли заключена сделка, готова ли у вас купить. Поэтому оптимизация по этим ключам очень важна. Но все важно и то, насколько у вас хорошие позиции по информационным запросам, вроде «что это» или «как это сделать». Ключевым словам с более низкой конкуренцией и длинными хвостами следует отдать предпочтение. Когда вы выбираете ключи с низкой конкуренцией, ранжирование для них будет гораздо лучше, поэтому продвижение будет гораздо проще. Если вы ранжируетесь по группе ключей с низкой конкуренцией, возможно получить такой же объем поискового трафика, как и с более популярными ключами. Ключи, которые вы добавляете все вместе, иногда будут давать больше трафика, чем просто одно основное ключевое слово. Пара слов, а тем более одно слово, не смогут удовлетворить ваши поисковые намерения. Поэтому я рекомендую использовать ключи с низкой конкуренцией и длинным хвостом. Это та основа, которая поможет вам разобраться, когда вы начнете изучать SEO и ранжирование. А как насчет тебя, Анатолий? Ты знаешь, МОС поделилась исследованием, что 80% всех продаж обеспечивают ключевые слова с длинными хвостами. Я часто вижу, как вебмастера пытаются охватить только ключевые слова с большим объемом, завышенной ценой и перегруженные конкуренцией. Пропускайте их. Когда вы используете ключевые слова с длинным хвостом, вы можете обнаружить низкую конкуренцию, и эти ключевые слова продадут намного больше, чем ключевые слова с большим объемом. Мне нравится анализировать конкуренцию в SEO с помощью Ahrefs. Вы можете использовать Majestic, Semrush и обращать внимание на ключевые слова, у которых цена за клик высокая, но низкая конкуренция в SEO. Это означает, что эти ключевые слова продают, но вам не нужно тратить много денег, чтобы добиться результатов в области SEO. А когда у вас есть контент-план, когда вы знаете намерения пользователя, вы выбираете приоритеты. Это следующий шаг к созданию чего-то лучшего, чем существующий контент. И я часто говорю всем своим клиентам, забудьте о SEO. Создавайте контент для людей, поскольку мы служим людям. Google служит людям. Вам нужно забыть о SEO, чтобы создавать наилучший контент. SEO всего лишь помогает оптимизировать этот контент для Google. Лучший способ, с которого вы можете начать, это оптимизировать свои заголовки и описания, потому что большинство пользователей не знают о вашем контенте до ознакомления с ним, а заголовки и описания дают представление о его содержании. Я использую несколько уловок. Например, в заголовки и описания мы вставляем числа, скобки, цепляющие слова или что-то подобное, просто чтобы дать пользователю в вескую причину открыть наш контент. Кстати, у меня есть бесплатный тул. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. Вы можете проверить свои заголовки и описания с помощью моего инструмента и получить оценку. Все очень просто. В Касхедл есть такой же тул. Моя команда взяла кое-что из него и создала наш инструмент со своими преимуществами. А следующий шаг – это уже создание ссылок. Ладно, ребята, спасибо за просмотр. Лайкните это видео, задавайте любые вопросы, мы на все ответим. И увидимся в следующий раз.